Футболисты Анжи одержали первую победу в 2017 году на учебно-тренировочном сборе в Турции. Дагестанскому клубу противостоял болгарский Ботев из Пловдива. Уже к 25-й минуте махачкалинцы сумели забить два мяча. Отличились Филипп Будковский и находящийся на просмотре Шамиля Сельдаров. В середине второго тайма Стоянов один мяч отыграл 2-1 Анжи. А тем временем дагестанскую команду пополнили новички, передает официальный сайт клуба. 20-летний нападающий Павел Долгов подписал контракт на 2,5 года. Долгов является воспитанником футбольного клуба «Зенит» и сыграл за все команды питерского клуба «Зенит», «Зенит-2» и «Молодежный состав». С основной командой Долгов принял участие в Лиге чемпионов. Другой новичок Анжи, 24-летний защитник Сергей Брызгалов, успел поиграть за «Сатурн» из Раменского, «Московский Спартак» и «Спартак-2», а также «Грозненский Терек». В активе Брызгалова и матчи за юношескую и молодежную сборную России. Сборная России по керлингу на зимней универсиаде в Алматы одержала свою вторую победу, в этот раз над командой Южной Кореи. Свой вклад в победу внес дагестанец Тимур Гаджиханов, который входит в составы национальной сборной с 2012 года. Гаджиханов является призером первенства Европы и юниорского первенства мира. Всего в турнире по керлингу на универсиаде в Казахстане участвуют 10 команд. На начальном этапе играют по круговой системе. Дальше в плей-офф выйдут 4 лучшие команды. Сборная России на предварительном этапе сыграет еще два матча со сборными Казахстана и Чехии. Финал 6 февраля. Напомним, сборная России была призером на универсиаде 2015 года. По дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске стартовало юношеское первенство Дагестана по вольной борьбе памяти Гамида Гамидова. В течение трех дней борцы разыграют 11 комплектов наград. Сегодня три набора медали достанутся победителям и призерам в весовых категориях до 46, 50 и 85 килограммов. По итогам турнира лучшие в своих весовых категориях представят Дагестан на первенстве СКФО.